Добрый день всем, рада вас приветствовать сегодня. У меня сегодня в гостях замечательные люди, замечательная компания. Я думаю, что мы вместе проведем замечательное время. Прежде всего я хочу поблагодарить Сергея Сухобоченко и Института проективных технологий за ту возможность. У меня обыкновенную возможность, которую предоставляет нам техническая компания, техническая поддержка. Это невероятные вещи, что мы можем собраться сегодня все вместе. С нами сегодня Австралия, Пуста-Рика, США и Украина. Мне кажется, что Институт проективных технологий делает невероятные вещи. Спасибо вам большое. Конечно, я только за. Институт проективных технологий, которые помогут нам сделать эти события возможностей. Это невероятные вещи в мире, чтобы сделать связь между Украиной, Австралией, Каста-Рика и США. Это невероятно невероятные вещи. Я хочу представить наших сегодняшних гостей. И хотела бы попросить в представлении, чтобы каждый сказал свое имя, сказал из какой-нибудь стороны. И ожидание сегодняшней встречи. Наталья будет нам помогать с переводом. Наталья Краснобаева из США. Она фасилит, суп-фасилитатор, наш, Айсей. Мы очень рады, что такая замечательная, умная девушка с нами. Спасибо, Наташа. Наталья Краснобаева. Наталья Краснобаева. Здравствуйте, всем. Я Лорен Вейбрайт, из Нью-Йорк, США. И я очень рада, чтобы попросить это. Я был в школе 45 лет. Я надеюсь на это. С нами поздоровался сейчас Лорен, он находится в Нью-Йорке, США, и он очень рад присоединиться к этой встрече, он имеет опыт в образовании около 40 лет, и он готов поделиться своим опытом с нами. Образование в какой области? You said that you have an experience in education for 40 years. What side of education, or what field of education? Oh, I am training. I have been working in the primary schools as a teacher, and then for most of the time in the college setting, training beginning teachers, working in the classroom with children and students in the urban setting here in New York City. And so it's a college professor in education and science education. Лорен работал как преподаватель начальных классов в начале, затем он немного поменял свой фокус, уже тренировал, то есть обучал преподавателей, работал в колледже, в системе, как бы в системе наука больше, в области науки, точных наук. Спасибо. Thank you. Thank you. Next, Робин. Okay, I'm Robin Hutchinson. I live in Sydney, in a suburb called Cronulla, which is quite close to the beach in the southern suburbs of Sydney. Здравствуйте, все. Меня зовут Робин. Я из Австралии, из небольшого пригорода, который недалеко от Sydney находится. What's the name of the suburb? Cronulla. 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 Cronulla, наверное, будет. Недалеко от пляжа. Right. I am Australian. I've lived in various parts of Australia, as well as India, Indonesia and Kenya. I wear two hats. One is education and the other is community development over my life. Currently, I am a principal of a primary school in Sydney. And my passion is in childhood education from naught upwards, from preschool, early childhood upwards. Okay. I also have worked in community development across education and various aspects of community development in those countries. I also have worked in those countries, which I have listed. I also have worked in the development of the society, which is related to education in the society. Cronulla. 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 So a couple of words about myself. I own a small consulting company. Very often I do organizational development. And I do executive coaching. Немного о себе. Я владею небольшой консультационной фирмой. Я занимаюсь тренингом, обучением консультантов. В последние годы, я был директором качества для большей компании компьютерной компании. Я работал для Harvard University в Москве. И в день я работаю для себя. В прошлые годы, я являлся директором за качеством в одной из крупных компаний. И также работал в университете Гарварда в России. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok The second passion I bring is in the arena of online education, changing the model from lectures to very active peer partners working with each other and working in small teams. One small example is I'm working with a Zen monk. In the United States, he has a small community of students that he works with individually online and in small groups. Steve, I'm very sorry. I have to interrupt you because I think a little bit later you talk about this example. Because now it's time for invitation, ok? That's good. And next we'll be about example, ok? Yes. Thank you. And Irina Taran, please, представьтесь. Здравствуйте всем. Меня зовут Ирина Taran. My name is Irina Taran. Во-первых, мне очень приятно находиться среди своих коллег, потому что я тоже педагог. First of all, I would like to say that I'm really lucky to be around my colleagues, because I can consider myself as an educator as well. But for the past five years I've been involved in the community work. I have my organization that is called to help women. So this is what I do now. One of the main goals of my organization is to make sure, to reassure, or like make sure that the community is comfortable and comfortable. that the Bible means for the existence in our small regions. И то, чему мы больше всего определяем внимание, это медиация и фасилитация. Поэтому то, что делает Тайсея Украина, для меня есть очень интересным, как раз направление, новое направление. Наталью не слышно, может лучше... Наташа, у меня плохо слышно, это или интернет, или... Это отошли наушники, надо их вытянуть и снова втянуть. Светлана, я думаю, ты скажешь о том, что мне интересно сотрудничество с Тайсея Украина. Я сейчас могу пригласить Андрея Зубенко, это займет несколько минут и Андрей сможет тогда... Хорошо. Переводить, да? Спасибо, Светлана. Я тоже хочу представиться, и я хочу пригласить себя. Меня зовут Светлана Соломатова, я директор общественной организации IT-Украина. Я тоже в прошлом преподаватель, я свою карьеру начинала как преподаватель. И, прежде всего, в моей работе, я физико-тренинг-течер. Поэтому этот разговор будет среди учителей, среди людей, которые имеют различное образование. И что будет с меня. И сегодня мы хотели бы обсудить тему очень важную, как в моем понимании, это очень важная тема, это современные тенденции в системе образования молодежи 21-го столетия. И вы бы хотели остановиться на двух аспектах. Это обучение партнерским взаимоотношениям наших детей и развитие критического мышления. И эти два предмета в украинских школах, к сожалению, не учат. И если только начинается сегодня какой-то разговор об этом, этот разговор происходит на уровне волонтерства и ведерства. Наталья? Окей, Светлана, просто... Can you hear me now? Yes, yes. Okay. Alright, so I will try to translate part, but then I will probably ask you to repeat some of the things that you said. So, Светлана's interest in our conversation today is also because she has an experience of being a teacher for several years, but now she works for ICA Ukraine here and she wanted to initiate this conversation about education in the 21st century and the young people and in Ukraine it's a very important conversation because we need to think about how we start helping our young people to develop from the early from the early ages on anything else you want to add to what I just translated it's okay it's okay so the first question for our participants today is to to identify the key elements in the 21st century education who are going to be the first? Robin? Robin? One of the key elements for 21st century education in my opinion is that it is based on processes which are inquiry based for me Robin says that for me the key elements of the 21st century are the elements that include the inquiry process which is used ICA of the 21st century education is it a link in Robin? Yes or no? Robin, have you seen screening? Yes Is it you? That is not my picture I don't know It's not Robin It's not Robin Hutchinson It's not Robin Hutchinson That is not me Okay, so that's one thing but maybe other people have others I think we all have many elements but I offer that one as a fundamental So Robin представляет вот эти элементы которые заключают в себе inquiry процесс в ICA это основные ключевые элементы но она считает что наверное остальные участники имеют свое мнение и не могут добавить еще другие моменты ключевые Спасибо, Robin Who's Steve? It's Steve I'll go ahead So just to say another word about this practice community that this Zen monk has Это Steve и он сейчас тоже хочет сказать немного о том что участие в общественности So Steve did you say that the community participation is a key element or sorry I missed Yes So the key Go ahead Sorry то есть ключевой момент это участие в жизни общественности Alright So the particular part there that I really am interested in is the idea of people working together in pure partners So two people polishing stones together is the way they say and the second element that they talk about is working together in small task teams to accomplish small outcomes and doing that online and working together in small groups that are сосредоточиваются on a certain task and they can also work online each other or between each other in a group and thank you Steve Lauren 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 I need to turn the microphone to you please There we go One of the most important things for students and us all in the 21st century is developing community and positive trusting relationships Learning doesn't happen without it Lauren говорит что самые два ключевых элемента в образовании в 21st century это первое развитие общественности то есть общественного конкретного и второе and the second one you said the positive development Yes for learning to happen we must build on positive relationships with each other that are full of trust and a place for creativity like Robin said based on inquiry and Steve talked about working in small groups all of those fit together to build community Lauren также говорит о том что позитивное обучение или изучение может происходить только в атмосфере позитивного доверия развития креативности так же как и Робин уже упоминала и другие участники только лишь в этой атмосфере может происходить настоящее обучение участников процесса обучения Thank you Lauren That's all Lauren It's very interesting for me your opinion Вчера я услышала мнение Брайана Tracy Yesterday I heard opinion of Brian Tracy тренер success это тренер мирового уровня по успеху и он сказал что сегодняшнее образование сегодняшняя тенденция в образовании в любой организации то ли это школа то ли это бизнес или же государственные структуры структуры новое новое образование для организации в любой организации она стоит в том, что чем больше идей вырабатывает эта организация тем она будет успешнее тем тем то ли идея создает организацию то это означает что эта организация будет более успешна чем нам удастся сейчас разные мнения услышали и я бы хотела конечно услышать мнение или же ответ какой ответ это вызывает у наших гостей сегодня у нас сегодня Сергей и Ирина скажите пожалуйста что вы думаете ну и Наташа тоже вы тоже можете сказать свое мнение конечно мы будем рады его слышать мы слышали разные мнения сегодня и мы хотим услышать от наших украинских партизистов какие они думают или их оппоненты на вопрос Ирина то что здесь было оговорено на самом деле да это направление которое нам нужно развивать в чем проблема в нашей школе то что мы слышали сегодня это то что у детей не развивается умение жить в обществе не развивается креативность не развивается творчество а для детей главное просто получить определенные знания которые по большому счету еще неизвестно пригодятся они в жизни или не пригодятся в жизни или не или не как раз воспитание человеческих качеств я считаю что этому определяет очень мало внимание как раз в школе воспитать человека приспособлено на нового жизни который будет потом жить в обществе и приносить пользу обществу и приносить Мы сейчас внедряем в свой район, это как раз медиация и посредничество при решении конфликтных ситуаций. Это как раз есть один из методов воспитания, развития и принятия на себя ответственности за то, что ты делаешь. Я не знаю, сможет ли Наташа это все перевести. Да, медиация и конфликт resolution are those tools that we are using in our organization, in our region, to actually revive that idea of raising young generation of people as participants of the community life, as those who are going to be engaged in the life of the community and be contributing into this life, as a successful, developed person of people. Спасибо, Ириша. Спасибо, Ира. Наташа, скажите пару тоже в свое мнение. Я знаю, что вы специалисты, вы работаете с молодым, вы учитесь, да? И как раз выражаете немножко о себе два слова. Скажите и ваше мнение. Светлана just asked me to share a little bit. Like I said, my name is Natalia, and I'm a Fulbright student here at the University of Minnesota. I'm getting my... master's degree in comparative and international development education right now. And so we actually talk about education a lot, and my research focus is use civic engagement in Ukraine. So this is something that I do my research on. And just like Irina said, I can only agree with her that the main issue that I see with Ukraine as a developing democracy that is still struggling to put together and have the really viable economy and democracy, the main issue lays in education and how we present and what do we do with our education. The bottom line is civic engagement among younger generation of Ukrainians is the key answer to our developing democracy and the key strategy for successful community life in the future. So that's what I would say for me and in Russia now. Thank you very much. 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 Like I would oh well talk. What's the situation about education? My name is an education ... And in the context of aере pueblo that experience the day education. Сергей says ... that for him the key element of education is self education and to be surrounded in a group of people, who are involved in self education. И обязательно при этом наличие критического мышления, чтобы у каждого человека была своя точка зрения и можно было подвергать анализу все, что слышишь, все, что видишь, чувствуешь. Да, поэтому мы, раз уж мы сейчас в медиапространстве, то сейчас, как никогда, в этот год, именно 2013 год, появились возможности в мире впервые раздвинуть границы образования. И мы сейчас наблюдаем, когда учиться можно онлайн. Наталья, ты, наверное, смотришь фильмы, интересно, металлический голос. Светлана? А, вот сейчас. Мы слышим, но твой голос очень такой, как из фильма в ужасов. Сейчас слышите лучше или так же? Немножко лучше. Немножко лучше. Да. Мы сейчас все-таки постараемся. Сейчас должно быть получше, наверное, да? Ну, все равно, что в мире, не очень хорошо. Даже не знаю, что сделать. Окей, ну, я думаю, что нужно продолжать, да? Конечно, да. Я хотела бы тоже сказать свое мнение немножко. И я хочу сказать, что в Украине есть проблема большая. У нас система образования наша нацелена на то, чтобы дети не задавали вопросы. Если наши дети не научатся задавать вопросы, а мы не научимся их слышать, мы будем иметь через несколько лет, или 10 лет, или 5, большие проблемы. Потому что наши дети будут развиваться, и в наших детей не будет развиваться критическое мышление. Это значит, что наши дети будут развиваться критическим мышлением. Это мое мнение. Это моя мнение. И следующий вопрос я бы хотела обратить к нашим экспертам. И я надеюсь, что Наталья не будет проблем с этим. Я сейчас увидел на экран сайт организации, да? Члены которой здесь собрались, правильно? Сейчас мы увидим на экране сайт ИТА. Сейчас мы видим сайт ИТА. Там видно здание, центральное здание офиса ИТА в Чикаго. И вопрос к нашим экспертам. Скажите, пожалуйста, с какими основными трудностями вы сталкиваетесь в процессе образования? Вот, мэйн... Наташа, помогите, пожалуйста. Нет, я думаю, что это может быть. Да, я же здесь как раз для этого. Вот, отлично, спасибо. So, here is the next question to the experts. What do you see as the... Светлана, вы говорили... Основные трудности, да. С какими трудностями или вызовами, да, они стал... Членджи. Продолжение следует... Я хочу поделиться примером, рассказать вам об этом педагоге Зен Мангетт, о котором я немного говорил раньше. Он также является еще директором школы. Он сталкивается с такими трудностями как в религиозных структурах общественных, так и в образовательных структурах. И вопрос вот этой трудности заключается в том, как создать такую живительную... То есть эта трудность заключается в том, каким образом мы можем создать платформу для того, чтобы люди задавали вопросы, которые вели бы к дискуссии о совместном проживании в этом обществе. И вот этот человек, этот педагог, он использует метод ICA ОРИП, метод сфокусированной беседы ОРИП. Чтобы вовлечь участников дискуссии в такое совместное обсуждение и обучение. The last point is, this is quite a different environment than the traditional environment where teachers teach and students listen. You mean the online environment? Both online and also this inquiry method, this working together in inquiry. То есть вот этот метод работы вместе, или inquiry method, как его называют на английском языке, этот метод довольно-таки уникален, и он отличается от остальных методов, так как он вовлекает людей вместе в беседу и принятие решений совместно. Понятно. Спасибо, thank you, Робин. Робин, do you want to say something? Okay, yes. I think that it's very interesting that as we speak about some of the elements of 21st century education, right across the globe, and we represent the globe here, even with six or seven people, they are very, very, very similar elements that we are all hoping for, all the list of things that we have indicated. And so, as you look at the challenges... Again, the ones we have mentioned so far, that we are, you know, stifling creativity, that we are not necessarily working in community, that we are more focused on academic learning than experiential learning. And we have also determined, although we are all different, but we have determined, in основном, the same problems that are present in the system of education. We are more focused on curriculum, on assessment and reporting than on the development of the whole child. That's a big challenge, still, everywhere. Another problem, which is all around the world, is that we focus on the development of the teaching program, on assessment of the knowledge of the students, but we do not focus on the whole development of the child, considering all the grids of the whole development. Someone else. Yeah. Laura? Yes. I spend much time recently in working with teachers and children in Nepal, and find some of the many similarities that Robin just mentioned. In the traditional Nepali classroom, from three-year-old to 33-year-old, it is a rote learning. In Nepal, there are many forces working now to change that. That once you expose the teachers and the children to an environment that goes outside the classroom, they are extraordinarily creative. For example, when I took a group of teachers and children and parents to a local temple, Buddhist temple, they all revealed extraordinary talent for writing, drawing, and recreating the environment they had just visited in their own words, something they had never, ever done before. Teachers and children killed them. And after this visit, the children were able to express their feelings in a unique way, in picturesque, and in other ways. They were able to convey the experience of the relationship that they had experienced by visiting this church. The discouraging part about the challenge in the USA is something that Robin mentioned in emphasis on test scores and grading everybody on one test, and I think that's pretty widespread. And one of the most difficult problems that we see in the USA is that Robin did not mention that Robin is particularly focused on testing, on the fact that Robin is not only about a test score but it was also a big issue by the way to do it. So it is not really about testing for all the tests. Raising questions in Nepal and sometimes in some USA classrooms is a large issue also. Точно так же поднимать какие-либо вопросы, например, в классе в Непале или в США, это также являются проблемой, просто поднятие вопроса. Вы имеете в виду просто задание вопросов, если студент задает вопрос? Да, для студентов задать вопрос, а для учеников задать вопрос о системе. То есть проблема и в Непале, и в США, к примеру, это проблема вообще не задавать вопросы системе, и самим студентам не задавать вопросы в момент обучения. То есть задавание вопросов не поощрительно. I'm complete. This is Steve. I would like to just say one thing about Lauren's work. He shared with me some slides of this Nepali work. Я бы хотел еще немного несколько слов добавить к тому, что Lauren сказал. Он поделился со мной слайдами, которые отображают его работу в Непале. It was very... It is interesting to listen to his words, but it is even more interesting to see the parents and the teachers and the children in action. It is very interesting, of course, to hear from Lauren's experience of his work. But it is also interesting to see the parents and the students who participated in all these moments. So perhaps there is... I don't know if Lauren would like to do this, but perhaps some of those pictures that he has in the slideshow would be shareable with the Ukrainian community. Yes, point me to a place to add a file and I'll do that. Yes, point me to a place to add a file and I'll do that. If you can send the slides to Sergei's email address right now. Yes, yes, I'll do that. All right. He will make sure that we see it on the screen. Okay. Can I just... Can I interrupt for a minute? I'm going to have to go soon. I'm very conscious that it is almost one hour that we have been having the meeting. I know there's more questions we could be discussing. But what do you suggest? That we finish soon or do we want to extend a few minutes? I'm just wondering, Svizlana, how you want to proceed? We have more ten minutes. If we do for ten more minutes? Yes, Robin just says that she needs to be able to leave soon, so she's worried about how much time we need to meet. Are we going to end right now or are we going to add a few minutes to our conversation or are we going to add a few more minutes to our conversation? I think Robin will be in ten minutes. Okay. Okay. Okay, we can do ten minutes. I would like to end our conversation with a positive note today. I would like to invite our experts as well as our participants to stay around today. What are the opportunities for us in the future, especially after everything that we've discussed today? So what are the opportunities for us in education of the 21st century? I'd like to respond to that question because I think this community of practice that we have set up around education for the 21st century has come out of colleagues getting together and particularly most recently in Nepal. Светлана, лучше тебе переводить, потому что... Светлана, лучше тебе переводить. 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 Ирина, какие вы увидели для себя новые перспективы сегодня? Сергей не доступен сейчас, но давайте спросим Ирина, если она может помочь нам. Вы скажите, что нужно, потому что меня выбило из эфира. Сергей вернулся сейчас. Давайте сейчас Ирина. Ирина ответит им. Я думаю, что то, что бы ответил Сергей было бы важнее, но я для себя увидела какую перспективу. Я вижу, что проблема, она существует во всем мире, именно на развитии человеческих качеств, и как раз сделать так, чтобы воспитание проходило в такой способ, чтобы мы все-таки были в обществе, а не отдельно воспитание, а отдельно общество. Вот как бы то, что я увидела. И что я вижу для себя, based on the conversation today, is you kind of have a universal problem everywhere in the world, and the problem is how do we make sure that the young generation of students are involved in the community, and how do we make sure that we are all a part of one community. And that's an important question for discussion. Еще один момент. Я бы все-таки, если мы говорим об образовании, об образовательных программах, то, мне кажется, не следует разделять все-таки на детей и взрослых, потому что образование – это постоянный процесс. И также, в том числе об образовании, наверное, мы не должны разделять молодые ученики, как студенты и взрослых. Наверное, образование – это постоянный процесс для всю жизнь людей, поэтому не должны разделять детей и взрослых. Спасибо, Ириша. Сережа, вопрос, я не знаю, вы слышали эти вопросы, которые Робин тебе задал. Не слышал, лучше еще раз. Сережа, я повторю, да, то есть вопрос был следующий. Сейчас твой ресурс технически объединяет очень много стран, и вопрос сейчас стоит, как мы можем продолжить этот диалог? Светлана, мы можем, конечно, уточнить Робин, но мне казалось, что она не только технический момент имеет в виду, но в общем-то… Хорошо, давайте уточним Робином. Давайте уточним Робином. Да, давайте уточним Робином. Робин, just to clarify a little bit, your suggestion, you said that how do we make sure that we are farther, like we are involved in this discussion farther more. Did you mean like more of the technical details? How do we make it happen to get together? Or what are the ideas or options for us to stay connected to work on the issue? I think the first question that this group and Steve and Lauren can add to it, but I think the biggest issue facing such a community of practice is how we connect technically in the best possible way to get the outcome that we are looking for. All right. So for this group of people right here, right now. All right. Yeah, this group of people. Yeah. Okay, okay. I would like to make one point. Just a second, I'll just translate quickly what Robin said. Да, Robin имеет в виду технически вот именно для этой группы людей, которые сейчас здесь присутствуют, да, как мы можем сделать это возможным для продолжения нашей дискуссии. All right. Да, спасибо, очень хороший вопрос. Сейчас, секундочку. Somebody had a suggestion or something? Was it Steve? It's Steve here. I'm intrigued by Svetlana's point made earlier in the Ukraine. It seems the culture in schools is at the moment a question, is a culture where people already have all the answers, it seems. And the idea of having ready-to-hand questions is sort of a challenge. I'm intrigued with the notion of being able to distinguish what are the qualities of an educational culture where people are preoccupied with answers as compared with a culture where people really engage questions. Стив был очень тронут тем моментом, которые Светлана подняла в своей речи, о том, что в украинской системе образования как будто бы уже имеются все ответы на вопросы и задавание вопросов не поощряемо, то есть не поощряется. И как бы Стив выразил свою заинтригованность вообще этим вопросом, этим моментом. Я думаю, что есть социальный процесс, который может быть осуществлен и уважен в двух случаях. Но сейчас, в 21-м веке, я думаю, что найти вопросы больше интересно, чем практиковать ответы. Да, интересно получается, что это вообще как бы социальный такой аспект, который необходимо обговаривать. Но получается так, что в 21-м столетии более весомым стало нахождение ответов, нежели задавание вопросов. Да, это правда. Мы еще имеем одну проблему, Стив. И в Украине украинские люди, особенно топ-менеджмент или же начальники отделов, вообще топ-менеджмент имеет такую привычку все знать. У нас все все знают. И тем более учителя в школах. И особенно учителя в школе, они все знают, что все знают. И я хочу использовать это вопрос. Да, я думаю, что я думаю, что сейчас, как мы повторяем, как мы сегодня закончим, как мы поймем, что мы хотим, как мы продолжим? proceed uh... are we all interested in being in this conversation uh... it one way or the other how do we involve other people uh... this this particular process will accommodate up to about ten people uh... how do we engage other people in the conversation and how do we get to the point of of doing something practically i would like to Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 Но в чем основная проблема? Это в том, чтобы участники хотели и умели пользоваться интернет-ресурсами. Мы работаем на технических мощностях телерадиокомпании. Мы работаем на технических мощностях. Мы работаем на технических мощностях. Мы работаем на технические проблемы. Сергей, продолжайте. Я предлагаю рассмотреть вопрос следующим образом. На базе ICA Ukraine у Светланы Саламатовой мы можем создать студию. Да, Светлана? Наташа, да. Сергей предложил, что мы можем использовать ICA Ukraine как базу для нас, чтобы создать разные студии. Наши ресурсы позволяют работать и через Skype, и через GoAnimate, StopFlix. То есть в нашей системе мы объединили порядка 30 ресурсов, интернет-ресурсов для общения. У нас есть порядка 30 обученных специалистов в Украине, которые могут выходить ежедневно в эфир с новостями из Украины или с событиями. И для работы, например, для оплаты на год ресурсов интернет, достаточно всего 6 тысяч долларов. Это меньше стоимости ноутбука Apple. Я имею в виду не ноутбука, а сервера для всей работы. Это я к чему говорю, к тому, что мы сейчас с вами, вернее, мы сейчас с вами, имея каждые свои технические возможности, можем спокойно общаться. Но мы хотим сделать из этого, и мы это делаем, это телевидение. Вы можете стать осей первой сетью, которая создаст общественное телевидение, в котором будут участвовать просто люди, обычные граждане. Потому что у нас в Украине попасть на телевидение могут только эксперты или люди, которые интересны политике. А чтобы люди просто с улицы или у себя из квартиры, такого у нас нет. Вы можете стать первыми. So, what Sergey says, like, why am I saying this? Just imagine that right now we all use our devices to be able to be connected and involved in this online TV stream discussion. But imagine if ICA Ukraine would have that capacity to provide the entire community or society with this unlimited access to online TV when it's interactive, when everybody from the community might be able to be engaged in that discussion any time. anywhere. И я хочу сказать, что под эту идею мы написали уже порядка 50 проектов в украинские фонды, и ни один проект в течение двух лет не был поддержан. I just want to add that we already have submitted almost 50 different proposals to different Ukrainian foundations to be able to push that project further in two years, but we did not get approval from many of those organizations, did not get support from those organizations. Потому что... Потому что... Потому что в Украине есть свои условия игры, и очень часто гранты крутятся в одной замкнутой группе общественных организаций. Да, и эту группу не интересует медиа образование, хотя они непосредственно выиграют гранты под обучение новым медиа. So those organizations, they usually do not have the goal to educate people in media, but yet they still get the funding for those purposes, although they don't use it for those purposes. Yes. And at the same time, we now use those technologies, which are advertising for connection to Barack Obama and Michelle Obama. In America, this is very welcome. In Ukraine, maybe it will be used for 5 or 10 years, but we don't have to wait for them. We are working with you right now. It's very interesting. So in the U.S. right now, it's kind of becoming a popular thing to have this online TV access for the public, general public, but it's not developed yet in Ukraine, but probably it's going to be developed in like 5 years, but we don't have those 5 years. We don't have this time to wait for here and now, and we would like to be able to develop those resources. Yes. We can now have some training, seminars, workshops, conferences, and so on. Just like we do it now. So even right now, we can do different kinds of activities, like seminars or trainings, or just be able to engage others and be engaged in the educational process, or just having the resources that we have right now. Well, for example, Skype is a common conversation on the phone, but what we do is a real television. I believe that we can do even film films here. We can do everything with you now, because our meeting is now translated on the European television, so we can join the European television and participate in the conversation, or any person from any country, from any country, from any point of the earth. We can do that. We can do that. Just for the example, when you use Skype, you have a phone conversation, it's almost like a phone line, but when you use this technology, and I can say that, with all the authority, that this is a TV, that's a real-life TV one, but it's an interactive TV based in Equatoria, in Ukraine. So basically, it's channeled or mainstreamed through the Equatoria TV channel. So basically, anyone in Equatoria, or in Ukraine, or anywhere in the world is able to connect to us and be able to join us in our ongoing TV conversation. And the funny part of that is, if we would show you the devices that we use for this, you would probably be laughing at us, because no one uses those kind of devices anymore. or... ... ... our partners, some of the partners, they've seen our devices, and they said, well, my grandma used to work with those. ... ... ... ... ... ... ... ... So yeah, everything is possible. And you might be the first ones that are... ... 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 Если у нас есть вопросы такие, такого характера, то нам ответят, действительно, хотя бы мелкими шагами. И очень хорошие примеры. Есть хороший пример. И я думаю, что это очень хороший пример, of the way things come together now face-to-face. The human feature here, it seems to me, is to be able to have a face-to-face communication on your computer screen. This is a novel idea. What is the fact that people can see each other through the screen and participate in a discussion or in some kind of process, seeing each other directly? Is that a question or just a suggestion? You know, I just am just so pleased with the example of your work. It's just extraordinary. Он просто очень восхищен вот этой работой, как пример того, как люди могут быть вовлечены в какое-то мероприятие, видя друг друга через экран. Он просто очень доволен и восхищен. Да, и мы в это время транслируемся и в Twitter, и в Facebook, и в YouTube, и в Google+. Это можно перевести. At this time, right now we actually are streaming live also in Facebook, Twitter, YouTube and other sources at the same time as we speak now. То есть каждый из нас сможет служить потоковым видео для своей аудитории. So everyone of us might serve as a tool for other people, other possible participants. I think it's very interesting. Дальше. Далан? Yes, I wanted to add, pick up from Steve's earlier comment about the key piece of working in pairs or small groups. So once we have listed some issues that we can break off in pairs and make assignments, I guess we can do that offline. But I think that is a very, very productive format. Также Lauren говорит, что было бы неплохо, если бы мы потом впоследствии могли использовать структуру малых групп и развиваться на группы и работать над каким-то заданием, может быть, в своих маленьких группах offline, не обязательно онлайн. То есть было бы тоже, наверное, интересным добавлением к тому уже прекрасному способу общения, которое мы имеем сейчас. Мы так и делаем, мы так и работаем. Да, Светлана, прямо сейчас у нас идёт второй эфир, второй эфир, там авторская программа по вопросам гендера. Прямо сейчас. То есть наш канал позволяет до 50 трансляций делать одновременно онлайн. So our device or our channel right now has the capacity of mainstreaming up to 50 other channels at the same time, simultaneously. And so right now as we speak, there is another online session that is going on also through us. То есть у вас может быть, у вас 40 представительств, да, вы в 40 странах осей, и вы одновременно можете транслироваться прямо сейчас на нашем канале. Все 40, ну как, все 40 отделений, 40 представительств. Говорить на одну и ту же тему и интегрироваться в один канал. Это очень интересно. So basically if we have like 40 representatives all across the world and you want to be engaged in the conversation, you can be able to do that and just engage everybody from the different places together at the same time through the ICA Ukraine. So I have a question, and I haven't gone because it's so interesting, I do need to go, I don't know, but my question is, yeah, because I think we've got to pull this together now, but it would be really good if perhaps as ICA Ukraine takes the initiative now to report on this initial process, and I don't know how long you've been doing it for, but I think for some report to, probably just in the global buzz might be a good idea to just say that we've had a conversation around this and maybe let other people know that it's happening. and they're maybe предлагаю, чтобы было бы хорошо, может быть, какой-то отчет как репорт написать, сказать, что ICA Ukraine gave us this. Светлана? Ну, я думаю, что самый лучший мой ответ будет, если мы это видео отправим всем членам организации, они увидят перспективу или не увидят ее и примут решение. Это будет самый лучший репорт. Да, Светлана, лучше переводи. Спасибо всем за участие. Спасибо. Спасибо, Астралия. Спасибо, Нью-Йорк. Спасибо, Коста-Рика. Спасибо, Миннесота. Спасибо, Перятин, Украина. Спасибо, Евпатория, Украина. Спасибо всем за то, что вы были сегодня с нами. Я думаю, что разговор получился классный и полезный для тех, кто нас слышит. И я думаю, что для очень многих организаций Сергей сегодня основной перспективы. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Всем хорошего дня. Счастливо. Продолжение следует...